всем здравствуйте сегодня у меня будет видео посадка обработка луковиц скадоксусом это цветочек семейства амарилисовых все как у гипиаструма вот сейчас я сниму вот эти старые чешуи им они мне подозрительные вот такими вот пятнами я их лучше уберу а потом я решила их посадить вот с такими длинными толстенькими донцами я их пока обрезать не буду я решила их так прорастить чтоб донца дали корни а потом с корнями отрезать и донца посадить и они дадут деток мне донца как гипиаструмы сейчас я маленько почищу горлышко сухое тут все уберем чтобы быстрее пробились листики вот такая красивая стала такая вот луковочка стала хорошенько так следующая они все вылезли такие тут эти пятна порш как парша я уберу все эти сухие верхние чешуи посадка у них отличается от гипиаструмов тем что они сажаются вот так по плечике чтобы у них вот это вот носик голов шей горлышко было наверху потом значится они переносят хорошо затенение гипиаструмы любят свет они также ядовитый как гипиаструмы все как у гипиаструмов на покой тоже скидывают листву тоже их надо скромно поливать не заливать луковичные не любят залив заболевают стагоноспорозом лечить потом замучаешься трудно а если не лечить они от стагоноспороза потом переходит гниение фузариоз глубже и помирает луковочка посмотрим будут свисте нет вот тут в горлышке мне что-то не нравится такое все маленькое не рассмотришь и не увидишь нет это сочная я просто там думала что что-то какое-то черное так и третье а тут поверхностная вообще вон какая рифленая вот здесь живая здесь сухая надо это все я удалю заодно посмотрим какие внутри лукови луковичка какая внутри вот хорошие тоже чистенькая луковочка я сейчас их временно посажу в такие широкие стаканчики у меня есть а как корни дадут я их отрежу и опять луковочки посажу на укоренение ну вот так сейчас тут горловину почищу посмотрю что тут у ней все чисто сухо все чисто сухо более пусенькой непривычно после гипи гипи астромов или листик тут лезет тут наверное листик лезет уже да сочная все нормально так две я посажу в грунт и одну посажу в перлит так удобней будет ложечкой ложечку взяла подсыпать ложечкой так сейчас поливать не буду грунт влажный ну вот так вот присыпала что-то криво вот так вот вот умялась грунт умялся и надо еще подсыпать в репуте в репуте так как то так Один готов. Следующий готов. Следующий готов. Так, вот здесь ямка надо подсыпать, а то вода будет сюда, в эту сторону сливаться. Будет всегда сыро в этой стороне. Вот, теперь ровненько. Так, какие-то луковички в точечку розовую. Видно вам, нет? Такие интересные луковицы, да? Как хинкали. Я думаю, что же она мне напоминает? Она, кажется, вон какая. Так, теперь полью. Я всегда сажу в сухой перлит, чтобы потом он набухал, обволакивал луковочку или черенок. Держал хорошо. Не держится хорошо. И не болтается, и не выпадает. Плотненько после намокания. Так, сильно мочить не буду. Так, еще нальем, чтобы вода не застаивалась. Посмотрим, как корни дадут. Потом буду отрезать донцы. И опять сажать по разным горшкам. Ну, такой своего рода эксперимент у меня будет. Я думаю, хватит. Боюсь перелить. Но там есть отверстия дренажные. Так, ну, все. Такое коротенькое видео у меня сегодня получилось. Спасибо всем за лайки, за внимание. Всем здоровья. Пока-пока.